Требуется замена стояка отопления, замена на полипропилен, то жители отказались от... Неправильно, замена на стояк отказались. Неправильно. Давайте мы не будем... Неправда. Ну а вы зачем говорить неправда? Где правда, а где нет, приехали выяснить депутаты горсовета и уже не в первый раз. В пяти квартирах по адресу Боевой проезд 34 тепло подается не во все комнаты. Ржавый и старый стояк системы отопления со своей функцией не справляется. Так что у плиты Валентины Ливенцевой две задачи и пищу готовить, и людей согревать. Трубы холодные, батареи вот они, все холодные. А у нас на весь вечер газ горит. Вот вы сами как думаете, холодно? Холодно, если не топится. В управляющую компанию жильцы обращаться устали. Часть обязанности там выполняют. Но с заменой стояка отоплений или, к примеру, реконструкции электрощитовой не торопятся. При том, что в ходе предыдущего визита народные избранники задачу поставили четко. Теперь им приходится начинать все сначала. Если сегодня жители жалуются о том, что в этой ситуации кто должен решить эту проблему. Поэтому мы держим постоянно на контроле и будем сюда, если понадобится, еще приедем несколько раз. Но мы добьемся того, что этот вопрос будет решен по отоплению. По адресу Циолковского, 7-1, камнем преткновения стала крыша. Жильцы дома пожаловались, что ремонт кровли управкомпания сделала без их согласия. А потом выставила счет. Как выяснилось, работы провели, выполняя предписание жилинспекции. Люди остались недовольны качеством. Стало после дождя еще хуже. Это честно. Мы, конечно же, попробуем пригласить в городской совет тех управляющих компаний, которые здесь работали, чтобы разобраться. Депутаты рассмотрели и другие обращения. В подъезде нужно сделать ремонт, во дворе восстановить разбитое дорожное полотно, в квартире устранить последствия протекания с чердака. Жильцам в помощь предложили муниципальную управляющую компанию. К ее услугам и 30 других домов Липецка, оставшихся без прикрепленных к ним коммунальных служб. Предполагается, что эта организация исправит то, что не осилили предшественники. Катерина Мелехова, Роман Авраменко, Липецкое время.